Всем привет, дорогие мои! Сегодня я предлагаю нам с вами обсудить очень интересную тему. Звучит она следующим образом. Как всегда выглядеть собрано, опрятно, так, как будто бы у тебя все схвачено. Я абсолютно точно не эксперт в этом вопросе, потому что в мире есть более организованные люди и менее организованные люди. И я отношу себя скорее ко второй категории, нежели к первой. Наверное, это связано с тем, что я достаточно ленивая и в большинстве случаев очень медлительная. Поэтому проблемы с нехваткой времени на такую полную боевую подготовку к предстоящему дню у меня лично возникают достаточно часто. Ну, что тут скажешь, мы все живые люди, у нас у всех свои недостатки и порой обстоятельства складываются абсолютно не так, как нам хотелось бы. Но, тем не менее, все мы, и в особенности мы, девушки, женщины, очень хотим всегда чувствовать себя комфортно, уверенно, на высоте. За эти годы я определенно сделала для себя несколько выводов. И, мне кажется, я выявила те основные нюансы, которые являются фундаментом моей уверенности в себе. И я знаю, что если я позаботилась о них заранее, то я буду чувствовать себя прекрасно, абсолютно независимо от того, что на мне надето и сколько часов я спала за эту неделю. Ну что, поехали! Первое, о чем я хочу поговорить, это ногти, это маникюр. Я не знаю, как для вас, но лично для меня человек с ухоженными ногтями, неважно, мужчина это или женщина, это человек, у которого в жизни все схвачено. И я знаю, что это может прозвучать немножко странно и может быть даже мелочно, но я по себе знаю, что если мой маникюр не в порядке, у меня облупился лак, все, о чем я могу думать в течение этого дня, вместо того, чтобы сосредоточиться на своих делах и на продуктивности, я переживаю лишь о том, как бы быстрее вернуться домой и привести себя в порядок. И совершенно обратная ситуация складывается тогда, когда я понимаю, что я позаботилась о своих ногтях, и они в полном порядке. Я знаю, что это звучит параноидально, и, наверное, большинство людей даже не обращают внимания на мои ногти, потому что никому нет до этого дела, но здесь вопрос внутренней уверенности в себе. Даже если я разболелась и вся пуша, без макияжа, надеваю первое, что попалось под руку и еду в больницу, и при этом мой маникюр сделан, он в порядке, он на месте, я буду чувствовать себя достаточно хорошо. Маникюр не всегда подразумевает лак для ногтей, это просто ухоженные ногти, в общем и целом ухоженные кутикулы, подпиленные ногти и так далее. И мне кажется, что ногти без лака вообще это гораздо лучше, чем ногти с облупившимся лаком. Кстати говоря, в последнее время я очень часто практикую естественные ногти, скажем так, и не крашу их. Следующий не менее значимый момент это правильный и своевременный уход за вашей одеждой. И мне кажется, это очень важно, потому что, на мой взгляд, аккуратная и ухоженная вещь из любого масс-маркета будет всегда смотреться гораздо выигрышнее, гораздо презентабельнее, чем какая-то плохо проглаженная дизайнерская юбка или блузка. Кроме того, я думаю, ни для кого уже не секрет, что мой гардероб по большей части состоит из темных вещей. Но проблема в том, что если я выйду из дома в черных джинсах, которые полностью покрыты каким-то пухом и волосками, потому что, скажем, в шкафоне случайно встретились со свитером из Зангоры, я точно знаю, что весь день я буду чувствовать себя неуверенно и непрезентабельно. И я думаю, что ситуация усугубляется в геометрической прогрессии, если у вас есть какие-то особо пушистые домашние питомцы. Очень многие спрашивают меня о том, как конкретно я ухаживаю за своей одеждой, и я могу снять целое получасовое видео на эту тему, потому что я действительно очень аккуратно отношусь к своим вещам и очень сильно заботюсь о них. Но один из этапов, о котором я хочу рассказать вам прямо сейчас, который сэкономит вам огромное количество силы, огромное количество времени, денег, это отпариватель. У меня первый отпариватель появился не так давно, и раньше отпариватель ассоциировался у меня с каким-то более профессиональным агрегатом, с которым я сталкивалась где-то на съемках или в магазинах или еще где-то. В общем, я никогда не могла подумать, что дома мне необходим отпариватель. Но с тех пор, как он у меня появился, моя жизнь стала гораздо проще. Он фактически делает все. Я использую его для своей одежды из каких-то деликатных тканей или, например, достаточно сложного кроя. Я использую его для рубашек и блейзеров мужа. Я использую его, чтобы отпаривать детскую одежду, потому что гладить детскую одежду, это очень затратно по времени. И, как мне кажется, отпариватель убивает гораздо больше микробов, чем утюг. Сейчас на рынке огромное множество отпаривателей. Вы можете сделать запрос, вы можете посмотреть. Мой отпариватель называется Instant Control. Он от Tefal. Я им на 200% довольна. Если вам хочется совет от меня, я определенно рекомендую его. Я не знаю, просто так сложилось, что у меня вся кухонная бытовая техника, от Tefal все сковородки, утюг. Все от Tefal. И это бренд, который я очень люблю и доверяю ему. Поэтому я не стала долго думать над отпаривателем. Я для себя хотела и искала какой-то максимально укомплектованный вариант. И с моим отпаривателем в комплекте шла вертикальная гладильная доска, специальная рукавица, чтобы не обжечься, несколько насадок, подушечка, которая как раз-таки позволяет удалять пух, шерсть и всякие мелкие ворсинки и так далее. В общем, там было абсолютно все, что мне могло понадобиться. Обычно перед выходом из дома я включаю его, нажимаю на кнопку. И пока он нагревается, это занимает в среднем 40-45 секунд, я почищу джинсы или брюки специальной насадкой от мелких ворсинок, волосков и пыли. И потом просто пробегусь по ним основной насадкой отпаривателя. И, кстати, если вы будете использовать отпариватель, обязательно не забывайте надевать вот эту защитную рукавицу, потому что пар очень горячий, под 100 градусов. И вы можете просто-напросто обжечься. Наверное, вам покажется странным, что я каждый день отпариваю джинсы, которые я даже не стирала перед этим. Но смысл заключается в том, что отпариватель нужен не только для того, чтобы разглаживать вещи от складок, он еще и дезинфицирует, он освежает одежду, избавляет ее от запахов. Конечно же, это не отменяет стирку и глажку, но есть блейзеры или верхняя одежда, которую вы не будете сдавать в химчистку каждый день, при этом вам хочется как-то освежить ее. В общем и целом, на все про все у меня уходит 4-5 минут, и вещь выглядит абсолютно новой. Она выглядит ухоженной, аккуратной, свежей, и это как раз то, что создает впечатление о вашем внешнем виде на весь оставшийся день. Поэтому, если у вас еще нет отпаривателя, я очень рекомендую хотя бы попробовать. Я гарантирую, что вы не пожалеете, и вам понравится, и потом вы просто не сможете без него жить. Итак, поехали дальше. Следующий момент, который помогает мне чувствовать себя более собранной, более уверенно, это солнцезащитные очки. И мне, наверное, будет сложно перечислить, сколько бонусов и положительных сторон кроется за простой парой солнцезащитных очков. Во-первых, я не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что человек в солнцезащитных очках всегда выглядит чуть-чуть более стильно. И кроме того, мы всегда выбираем для себя солнечные очки, которые соответствуют нашему образу. И это логично, потому что у нас может быть много кофты, много разных брюк, но солнечных очков, как правило, какое-то ограниченное количество. Во-вторых, солнцезащитные очки очень выручают в дни без макияжа, потому что, допустим, вы возвращаетесь из поездки и очень устали, или просто не краситесь в некоторые дни недели, потому что бережете кожу, или же вы проспали, и у вас попросту не было времени накраситься и сделать какой-то хотя бы даже легкий макияж, просто наденьте пару солнечных очков, и это поможет вам с шиком скрыть мешки под глазами, грубо говоря, конечно же. Когда ты надеваешь солнцезащитные очки, ты чувствуешь себя как будто бы в безопасности, защищенная от окружающего мира, как будто ты едешь в тонированном автомобиле и никто тебя не видит. Ну и третьим пунктом классная пара солнцезащитных очков всегда поможет вам выглядеть более собрано, даже если на вас надеты самые простые вещи и волосы собраны в какой-то небрежный пучок. Потому что мне кажется, что солнечные очки в таких случаях автоматически превращают вас из девушки, у которой утром не было времени на то, чтобы собраться, в талинственного и загадочного спецагента. Следующий пункт состоит из двух подпунктов. Это BB крем и сухой шампунь. И мне кажется, это наши самые главные союзники, и просто, ну, грех не воспользоваться их услугами. Сухой шампунь можно использовать не только в те дни, когда у вас немножко грязные волосы и хочется их как-то освежить, но и на свежевымытую голову для придания какого-то дополнительного объема и текстуры волосам. А BB крем я вам советую подыскать интегрированный с каким-то хорошим уходовым кремом, потому что так за один прием, экономя кучу времени, вы получаете и свой ежедневный уход, и иллюзию однотонной, счастливой, здоровой кожи, если, конечно, на самом деле она у вас не такая. Еще один прием, которым я очень люблю пользоваться, это собранные наверх волосы. Причем неважно, шишку или хвост, как угодно, как вам больше нравится. Мне почему-то кажется, что причесанные и прибранные волосы у женщины психологически воспринимаются людьми как признак того, что она аккуратная и организованная. Может быть, это мой лично ассоциативный ряд, который связан с моими преподавателями, из школы, из института, из балета и так далее, но мне кажется, это реально работает. По крайней мере, это помогает мне убедить себя, что у меня все хорошо и все под контролем. Я совершенно не противник распущенных волос, я считаю, что это очень красиво и замечательно, но в те дни, когда у меня упадок сил или настроение, или я просто замоталась за день, последнее, что я хочу видеть в зеркале, это растрепавшиеся волосы. Поэтому одно из моих самых главных правил, предстоит напряженный день, сделай простую и аккуратную прическу. И последний, наверное, самый главный пункт, это помнить о том, что уверенность все-таки идет изнутри, и ее наличие или отсутствие всегда абсолютно очевидно для окружающих. Поэтому, если вам необходимо убедить других людей в том, что у вас все схвачено и у вас все под контролем, я не говорю о том, что это нужно делать каждый день и производить какое-то лживое впечатление, но такие ситуации бывают, они случаются, и от них никуда не деться. По сути, вам необходимо просто обмануть свой собственный мозг и заставить его думать, что, несмотря ни на что, вы собраны, вы опрятны и вы отлично выглядите. Поэтому просто делайте то, что добавит лично вам уверенности в себе, даже если напрямую это никак не отражается на вашем внешнем виде. Если вы чувствуете себя хорошо, когда на вас надето какое-то шикарное нижнее белье, или вы размешали кофе по часовой стрелке, неважно, делайте это, потому что ни один крем и ни одна одежда никогда не заменит вот этой внутренней решительности и уверенности в себе. На этом у меня все на сегодня. Огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, потому что я выпускаю новые видео о моде каждую субботу. Кроме того, вы можете подписаться на меня в инстаграме, в снапчате, заглянуть в мой фэшн-блог. Все, что хотите, я буду очень рада вам. На этом у меня все на сегодня. Увидимся в следующий раз. До скорой встречи. Я люблю, обнимаю, целую вас. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok